МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Накипело на ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях координатор общественных ветеранских организаций Стефан Егорович Борисов. Здравствуйте. Добрый день. Стефан Егорович, позвал я вас поговорить на, пожалуй, одну из самых актуальных тем, как оказывается в последнее время, это стелла воинской славы, которая должна быть установлена в городе Петрозаводске. Я уже думал, под конец 2016 года, ну все, определились в мэрии, сказали, поставим ее рядом с мэрией, стеллу. И ветераны говорят о том, что стелла должна стоять в другом месте, а именно площадь Кирова. Я прав? Да, совершенно верно. А теперь давайте выясним все-таки, почему. Ну, вы знаете, я думаю, что не только ветеранская общественность, но и многие граждане нашей и республики, и города Петрозаводска установку стеллы рассматривают как установку в комплексе всех мемориальных объектов, которые у нас имеются в городе Петрозаводске. Это и Вечный Огонь, и Аллея памяти и славы Карельского фронта, и Александровский завод, национальный музей. Все эти объекты, они посвящены памяти и славе, славе защитников нашего города. А потом все общественные значимые политические мероприятия проходят у нас, уже исторически так сложилось, по одному маршруту от Вечного Огня и на площадь Кирова. Это, извините, намоленные места, это символы, у которых люди отдают дань памяти погибшим, это бессмертный полк и другие, и другие. Ну, вот есть фотография, да, архитекторы, видимо, подготовили, ну, вот место, да, примерно, площадь Кирова. Слушайте, как точно это все, даже трещины на асфальте, молодцы. Значит, а это у нас уже в комплексе тут, да, сверху. Да, вид сверху. Ага. А вот это, я так понимаю, предложение мэрии, которое вас не устраивает. Совершенно верно. Это не только нас не устраивает, это не устраивает ветеранскую общественность, это не устраивает граждан старшего поколения, большинства. Слушайте, ну, нарисован, конечно, да, не очень как-то. Это не устраивает и нашей молодежь. Вот мы провели совершенно недавно опрос в интернете. Сто человек выступило за то, чтобы принять это решение, у мэрии разместить стелу. А более полутыщи высказались против. Впереди, извините, впереди большие события. Столетие республики, 75-летие победы. Сама логика говорит о том, что вот этот символ, этот поклонный крест должен стоять именно вот по этому маршруту. Вот смотрите, в нашем эфире уже мэр города вместе с председателем Петросовета сказали, уже определились в конце прошлого года, что будет там стоять, где они скажут стелу воинской славы, то есть возле мэрии где-то. Вы повторное обращение сейчас написали в адрес руководителей Петрозаводска. У нас позавчера состоялось большое общее собрание руководителей, представителей ветеранских организаций, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов воинской службы, а также ветеранов нашей архитектурной общественности, архитектурного сообщества. Архитекторы, проще говоря. Архитекторы, причем архитекторы знатные, которые по 20-30 лет проработали во главе архитектуры города. И молодые выпускники вуза свежеиспеченные. И молодые архитекторы, конечно же. И все мы единодушно попросили в этом обращении руководства республики и города еще раз внимательнее посмотреть на принятые решения, учесть общественно-политическую точку зрения на этот вопрос. Политики как реагируют на вашу идею? Политики реагируют, я скажу, что не очень-то активно. Мы не видим, например, чтобы наше законодательное собрание, за исключением фракции КПРФ, проявляло какой-то общественный интерес к этому вопросу. А ведь надо указ президента России от апреля 2015 года надо выполнять. Что вы собираетесь делать дальше? Время у нас уже подходит к концу. Понятно, написали, не согласны. Будете бороться до конца. Будем бороться до конца. Мы надеемся на то, что, наконец, в конце концов наша власть задумается и подумает, как из этой ситуации выйти более логичным, более правильным, но нормальным путем. Чтобы всех, скажем так, удовлетворить. Вы знаете, в других городах мы посмотрели. И в тех городах, которые одним указом президента присвоено это почетное наименование. Ну, в разных местах. Но все они в центре, значит, в людном месте, недалеко от других памятников, которые исторически очень важные, отражают историю развития, историю защиты этих городов. Ну, а потом, извините, это память к воинской славе. Он требует воинских ритуалов и соответствующего почтения, если хотите. Во всех городах, где установлены памятники подобного рода, парады, прохождение строевым маршем, воинских частей и так далее, все они проходят, отдают честь строю таким святыням. Ну, а мы что, пойдем проводить эти воинские ритуалы туда? Слушайте, а есть кто-то ярый противник, вот чтобы на Кирова не было? Нету. Нету? Тогда вообще интересно получается. Нету. Все, некоторые, вроде бы, значит, те, кому положено принимать решение, вроде бы соглашаются. Но решение потом принимается другое. Как вы думаете, у нас вообще эта ситуация может разрешиться или нет? Когда мы успокоимся? Или как вы прореагируете, если мэрия начнет все-таки ставить? Есть вариант. Посчитать вот те деяния, которые прошли по поводу выбора места установки Стеллы, посчитать как, ну, небольшой, извините, тренировкой. А сейчас собраться, активы у города, выбрать, есть комиссия, кстати, специальная, она перестала работать после принятия всяких окончательных решений. Та же комиссия выбирает 3-4 места, включая, конечно, вот это место у мэрии, включая место, которое предлагают ветераны и архитекторы. Выбирают 3-4 вот таких места, объявляют конкурс. В результате конкурса общественность выразит свое мнение, и на основе выраженного мнения принимайте хоть 20 решений, они будут справедливы и не будут не вызывать никаких вопросов. Перед тем, как встретиться с вами, посмотрел по видео момент вручения грамот президентом нашей страны руководству города Петрозаводска. Вот среди других городов, которые определены последним указом президента. Мы там 44-й город по счету, 45-й в Феодосии. Такие замечательные слова, сказанные президентом о городе Петрозаводске, суть которых заключается в том, что все сражения под Петрозаводском обеспечили задержку фашистов к Ленинграду. Это была самая главная заслуга. А ведь погибли целые дивизии. Одна 71-я дивизия, которая сформирована была в Петрозаводске и воевала, потеряла 15 тысяч человек. Кстати, штаб этой дивизии находился вот на этом маршруте, в одном из деревянных домов, вот тут в районе ДК ТЗ бывшего. Напротив. В бывшем сгоревшем, да, в доме крестьянина. В этом районе. В филармонии. Представляете, какой вот этот намоленный маршрут. А мы сегодня вот пытаемся найти где-то какое-то место, ну и обязательно отойти вот от этой, ну, нормальной. Мы считаем правильной. И, пожалуй, единственной идеей установить наш боевой поклонный крест, если так можно выразиться, вот в том месте, где собираются люди, где идут почтить память погибшим. Ну что ж, Стефан Георгиевич, услышал вас, услышали вас наши телезрители. Я думаю, что тема остается, опять же, открытой и актуальной. Ну, будем следить, как будут развиваться события. Я хочу напомнить нашим телезрителям, у меня был координатор общественных ветеранских организаций Петрозаводской республики Карелия, Стефан Егорович Борисов. Вы смотрели «Накипело» на ТНТ. Олега, всего доброго. Продолжение следует...